Сегодня мы поговорим с вами о Великом Празднике Покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. С умножением наших грехов увеличились наши и бедствия. Когда восстает народ на народ и царство на царство и наступает землетрясение, когда теснят нас нашествия на племенников, междуусомные брани, войны и так далее. И Пречистая и Преблагословенная Владычица Нашей Богородицы Преснодевы Марии подает нам защиту свою, свой покров, чтобы освободить нас от всяких бедствий, чтобы защитить нас от глада, мора, землетрясения, спасти от войн и ран и сохранить нас невредимыми под своим покровом. Знамение явилось в городе Константинополе, в церкви Пресвятой Богородицы, что во Влахернах. Там во время совершения всеночного бдения, в присутствии многочисленного народа, Святой Андрей Христо-Родиевый, возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, покровительницу всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящейся за всех людей, покрывая своим честным амофором. Видя это, Святой Андрей сказал своему ученику Епифанию, видишь ли, Царицу, Госпожу всех, молящуюся о всем мире? Епифания ответил, вижу, Святой Отче, и ужасаюсь. Мы празднуем, вознося благодарение покровительницы нашей за великое милосердие ее, явление роду христианскому, и прилежно молим ее, чтобы она и ныне, и всегда милостиво покровительства нам, ищущим ее покрова. Молим потому, что без ее покрова нам невозможно жить. Мы погибаем за свои беззакония. Мы грешные, согласно, мы грешные. Мы угождаем чреву, утолщаем плоть, как злопамятные, занимаемся хищением, гневаемся, коварны. И поэтому-то постигает нас и беззаконие наше. Преследует нас и невидимый враг. Но мы имеем Пресвятое Владычество нашей Богородицы Преснодеву Марию, и только на нее и уповаем, и прибегаем к ней, и прося ее покрыть нас святым амафором. Особенно бедственны те наши дни, когда мы видим зло и сами творим много зла. Все бедственные наши дни требуют покрова Пресвятой Владычице Богородице Преснодеву Марию. Покрый же нас во вся дни жизни нашей, и особенно в день лютый, когда душа будет отозвучаться с телом, предстань нам с помощью Твоею, и сокрый нас от воздушных духов злоба поднебесной, а в день страшного суда сокрой нас тайнах Твоего покрова. Дорогие братья и сестры, сегодня, вернее, наш храм назван в честь покрова Пресвятой Владычице нашей Богородице Преснодеву Марию, который мы празднуем 14 октября. В этот день приходят много прихожан помолиться, чтобы Пресвятая Владычица Богородица Преснодева Марию защитила нас, покрыла нас своим покровом от всех бедствий и напастей. Спасибо, Господи.